Вблизи деревни Щатково время повернулось вспять на календаре 28 июня 1944. Местные жители находятся под немецкой оккупацией уже третий год. Противник Красной Армии уверен, враг почти побежден. Но внезапно, причем с нескольких сторон, советские войска начинают прорывать оборону, наносят сокрушительные удары. Ход операции «Бобруйский котел» восстанавливают до мельчайших деталей. Кругом слышатся звуки стрельбы и виднеются клубы дыма. Над головами свистят пули, на минах взрываются люди. И пусть это макеты, но выглядит пугающе. Мощные взрывы здесь буквально не прекращаются. Кругом десятки раненых солдат, уничтоженных сооружений и военной техники. И пусть на поле боя актеры. В далеком 44-м все было более чем по-настоящему. Большинство красноармейцев домой так и не вернулись. Кровопролитное сражение идет за переправу, которая соединяет берега Березины. Бойцы советской армии проявляют невероятное мужество и стойкость, защищают стратегический объект. За два дня операции противник несет огромные потери. Реконструкцию посвящают 78-й годовщине освобождения Бобруйского района от немецко-фашистских захватчиков. Ведь мы же не фантазируем. Да, конечно, тут есть определенная свобода для творчества, но нас очень ограничит в рамках исторической достоверности. Это то, что могло быть, наши знания о том, как выглядели, как действовали. Мы основываемся на реальных действиях, на том, что для нас доносят документы. На поле боя съезжаются около 200 участников из Белоруссии, России, Чехии и Японии. Плюс порядка 15 единиц техники. Самолет Як-52, легковой автомобиль ГАЗ-67, грузовики Опель Близ, пушки Красной Армии и немецкий танк Панцирь-38, который, кстати, сохранился еще с той самой битвы. Постановка держит в напряжении весь час. Не отрываясь, за ней следят и взрослые, и дети. Познавательно, интересно. Кусочек истории, который был в этом же месте много лет назад, мы сегодня смогли понаблюдать. Понравилось, и детям понравилось, и вообще историю надо помнить. Мне очень понравилось. Почувствовала прям вот всю эту обстановку, все ужасы, которые творились во время войны. Просто под впечатлением сейчас, очень большим. Спасибо за такое мероприятие. Я думаю, что дети, особенно дети наши, запомнят это надолго. Когда подлетали люди, ну, макеты людей, вообще, вот ребенок впечатлился, чуть ли не плакал. Очень впечатлило. За два дня боевых действий на поле боя красноармейцы уничтожают 3700 вражеских солдат и офицеров. Свыше 4000 немцев уберут в плен. А сама битва за Щатковский мост становится завершающим этапом победоносного Бобруйского наступления, которое предопределяет дальнейший стремительный успех операции «Багратион». Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.